Первая моя учительница Мария Васильевна Ежова, фамилия её. Мы её запомнили, то, что она нам была как мама. Ну, допустим, моя мама, она уже заранее говорила, это твоя вторая мама. То есть уже заранее нам и любовь, и всё, и в те времена как-то уважение, всё вот это было. Да, вот, ну, учились четыре класса. А потом в пятой, когда перешла, уже вот пошла здесь, значит, математика, её уже дочка была вот математиком, Зинаида Сергеевна. Вот она уже учила математикой, и ещё сестра у неё была на физику. Вот они, то есть, видеть, как у них династия. Моя первая учительница Мария Семёновна. Она была очень внимательна, очень хорошо понимала детей, и многие основы, которые она заложила, как раз прошли со мной всю жизнь. Вот поэтому большое спасибо. Я бы хотела рассказать, наверное, не про своего первого учителя, а про учителя моего родного брата. Это была его первоклассная учительница, которая вела у них первый, второй, третий класс. И она была настолько воодушевлена вот преподаванием детям, и я младше была их на год, и мне даже самой хотелось постоянно ходить к ним в школу и ходить, начать ходить скорее в школу. То есть, даже у меня просыпалось какое-то желание. Профессия учителя. Пусть она не вторая и не третья древнейшая, но, несомненно, ведёт свою историю с давних времён. И каждая из этих времён диктует условия, которым учителю невозможно не прислушаться. На дворе новый век, а значит, он бросает новый вызов всем учителям. Так какой он, современный учитель 21-го столетия? На что сейчас он в первую очередь должен обратить внимание, и чему может поучиться у предшественника? Моя первая учительница, Антонина Александровна Чукина, я учился в Пензенской области, в небольшом посёлке. По большому счёту, это была сельская школа. Сельская школа. Понимаете, она приходила, когда она преподавала литературу, вот пятый, шестой класс, она приходила нам и приносила пластинки, она приносила фотографии, она приносила книги, альбомы. Её рассказывают Евгений Онегин, Пушкин, но это было просто праздник был, понимаете, праздник. История, предмет такой тоже, серец Панны Александровны, она и сейчас, Черникова, и сейчас, слава Богу, жива, ей 92 года. Вот они дают нам знания, они дают нам умение ориентироваться в этой жизни, принимать решения и становиться настоящими специалистами. Вот Бог мне дал счастье, что я нашёл эту любимую работу, потому что ходить на нелюбимую работу каждый день, то сейчас наказание хуже не придумаешь. И в этом плане заслуга, опять же, моей вот учительницы, Антонины Александровны. Она мне сказала, что Геннадий, тебе, я собирался идти в авиационный институт, не надо тебе авиационный институт, тебе надо быть врачом. И вот вы понимаете, конечно, у меня папа водитель, мама медицинская сестра, скажем, простая была семья, и вот они её тоже услышали, и вот они так поддержали, и я понял, что да, действительно, я попал туда, куда мне надо попасть. Низкий поклон всем учителям и здоровьям всем. Моя первая учительница зовут Якимова Татьяна Ивановна. Живёт она сейчас в далёком Пайкальском посёлке. В своё время мои родители строили бам, и мы жили там. Она до сих пор живёт там. Этот человек необычайно справедливый в первую очередь был, добрый, строгий. Этот человек, Татьяна Ивановна, она мне запомнилась тем, что она знала буквально все наши проблемы. Она приходила к нам в семьи, она знала, чем живёт каждый её ученик. Это вот было очень-очень важно. Спустя 30 лет, когда я попала в свой посёлок и пришла к ней, она меня буквально только на минуту задумалась, не видя меня 30 лет, на минуту задумалась, и так очень радушно встретила, обняла. И мы с ней буквально провели несколько часов за беседами. Потом пришла провожать меня на поезд. И было ощущение, что как будто я приехала к своим родителям, что вот меня встретил очень близкий родной человек, который всю жизнь переживал за то, чего я достигла, кем я стала, чем я жила, какие у меня трудности были. Ну вот от Татьяны Ивановны ей, конечно, очень приятно, что я тоже стала учителем начальных классов. Она этим очень польщена. И я вот до сих пор, работая сама, уже 20 лет практически учитель в начальных классах, я вспоминаю, как в тех или иных ситуациях поступала моя первая учительница. И этот опыт мне всегда оказывается наиболее эффективным. Наиболее, больше всего мне помогает в моей работе. По школьному коридору идет учитель. Взгляд строгий, но добрый. Она идет на урок. Анна Евгеньевна – наш учитель истории. Она входит в класс, и дисциплина наступает сама собой. Когда учитель начинает свой рассказ, в классе воцаряется тишина, и мы погружаемся в мир первобытности или средневековья. Мы будто возвращаемся в то время, когда жили те или иные исторические личности, и ничто не мешает с интересом слушать учителя. Скажи, пожалуйста, тебе нравится, как ведет свои уроки Анна Евгеньевна, и почему? Да, конечно, она все объясняет нам, и мы все понимаем. Мне нравится, потому что она как бы интересно их ведет. Но она их рассказывает не как просто рассказывать, а как будто мы прям там побывали. Эталонный мастерство «Свое дело» для нее была мама. Моя мама – учитель русского языка и литературы, поэтому я в школьной жизни была постоянно. Я вместе с ней проверяла тетрадки, я ходила на разные мероприятия, даже сидела на педсоветах. Поэтому выбор как таковой передо мной не стал. По окончании 11-летки она поступает в Самарский педагогический университет на исторический факультет, где обучалась теории и практики воспитания и обучения подрастающего поколения. Именно здесь она поняла – учитель – это судьба. Моя судьба – это учитель. Хотелось чего-то такого возвышенного, что-то такого интересного. Мне показалось, профессия учителя – это не так ярко, как хотелось бы. Но я все-таки сделала свой выбор, я пошла и стала учиться на учителя. На своих уроках Анна Евгеньевна применяет современные методы обучения. Скажите, пожалуйста, а как вы строите взаимоотношения со своими учениками? Я стараюсь строить взаимоотношения со своими учениками на равных. Я не стараюсь быть диктатором, который подчиняет всех и вся. Я пытаюсь найти общий язык – это раз. И надеюсь, мне это удается. Провести уроки, проверить домашние задания, поддержать дисциплину, помочь отстающим, организовать досуг детей и быть в курсе их дел – вот основной, но далеко не полный список учительских обязанностей. Можно попробовать составить законченный образ идеального учителя. И в конечном итоге получится, что набор необходимых качеств не имеет границ, а стать живым воплощением идеала очень сложно. Конечно, сложно. Во-первых, это ответственность огромная, просто огромная ответственность. Ну, подход надо каждому ребенку найти. Ну, сложно. Я бы вот, например, никогда в жизни не выбрала такую профессию. Очень сложно, потому что требуется большое терпение, и учителям рождается точно. В интенсивной информации учителю тоже нужно успевать за изменениями, и поэтому ему приходится совершенствоваться всю жизнь. И с учетом того, что дети сейчас очень быстро растут, интенсивно, знают иногда больше, чем учитель, точно нужно быть очень быстрым. Учителям сложно быть, потому что, во-первых, надо и самый уровень всегда свой повышать, правильно? И, допустим, уже, ведь и ученики могут некоторые уже и больше где-то что-то, да, еще вот это вот охватить. И, допустим, на любой вопрос он должен, учитель, ответить. И потом надо и человечным, и как бы уже и багаж знаний, хотя и говорят, если человек преуспевает в одной области, он отстает в другой. А здесь надо как бы и всесторонним уже развитым быть, да. Мне кажется, что быть учительным – это вообще не просто профессия, это скорее такой образ жизни, это целая миссия. Если человек преподаватель, то, во-первых, у него есть большая ответственность, и он, наверное, сложен в том, что, наверное, это должен быть человек с очень открытым сердцем, в нем должно быть много любви, и он должен всегда поддерживать какой-то определенный уровень. В настоящее время, да, учителем быть очень сложно. Это должен быть настоящий человек, добрый человек, многознающий человек. И главное, чтобы он любил наших детей. А так как дети у нас стали слишком развиты, компьютеризированы, они очень много знают уже чуть ли не с пеленок, у них стали завышенные требования у наших детей, к нашим учителям. Поэтому учителю сейчас в школе очень сложно и трудно. То есть учитель должен быть развит, ну просто на 100% обладать такими знаниями, чтобы уметь ответить ребенку на любой вопрос. И учитель – это, если классный руководитель, то я считаю, что это вторая мама, которая должна быть заботливой, которая должна понимать моего ребенка, наших детей, то есть быть в курсе всех его проблем, ну всех его каких-то новых целей и так далее. В первую очередь учитель должен привить ребенку любовь к знаниям, вот чтобы ребенок сам хотел учиться, чтобы ему все было в этом мире интересно, чтобы он с удовольствием познавал новое, чтобы с удовольствием открывал что-то для себя, чтобы он научился задавать вопросы, не просто принимал наверх какую-то информацию. И еще один очень важный момент – в начальной школе уже детей должны научить правильно взаимодействовать друг с другом. Самая большая проблема, я считаю, учителя в том, чтобы не превращаться в некого ментора, наставителя, который всегда и во всем прав, который сам перестает задавать себе вопросы, который сам перестает сомневаться в собственной правоте, вот это самое страшное. Мне кажется, в любой ситуации, у нас же дети всегда разные приходят каждый год, да, разные ситуации, разные личности, нельзя с одной и той же меркой подходить к детям. Поэтому самое главное – это застывший ум учителя, когда есть некий объем знаний, который он считает, что должен вложить в головы детей. Нет, здесь нужно всегда очень тонко лавировать, не застывать, искать новые формы, методы общения, ну а самое главное – человечность. У всех ведь есть дом, у школьников есть свой дом и учителей, где главный герой – дети. Учителя уже во втором месте. А мы специально построили свой дом так, чтобы здесь царил учитель. И наш дом учителя помогает педагогу стать и быть хорошим профессионалом. В доме учителя мы бываем очень часто, потому что здесь проходят и курсы для учителей, где мы также учимся, как и вы, ребята, в школе. Затем мы получаем здесь помощь от методистов этого ресурсного центра. Сюда очень приятно прийти. Здесь нас всегда радушно встречают, очень уютно, красиво. Это кабинет консультирования. Он предназначен для консультирования педагогов, а также предназначен для консультирования родителей и их детей. А в комнате релаксации, в нашей сказочной комнате, учителя учатся гармонизировать свое эмоциональное состояние. Ибо эмоциональное состояние, гармоничное эмоциональное состояние очень важно для каждого человека, живущего на земле. И для вас, и для ваших родителей, мам и пап. И особенно оно важно для учителей, поскольку эмоциональное состояние передается от одного человека к другому. И очень важно, когда учителя приходят в школу, спокойные, уравновешенные и радостные. Задачи поставлены, условия созданы, и учителя неустанно решают эти задачи, повышая свои навыки и стараясь реализовать как можно больше идей. И в подобном самосовершенствовании учителям, конечно же, должны помогать родители. Ведь только тогда он сполна сможет выполнить свою основную миссию. Научить ребенка законам жизни и заложить основу его будущего успеха. Однозначно это должны работать вместе и родители, и педагоги. Потому что если учитель будет одно вкладывать в голову, а дома нет надзора, нет контроля, нет взаимодействия с ребенком, очень трудно будет учителю, конечно, отследить или вложить вот этот самый фильтр в голову, чтобы он действительно интересовался развивающими играми, чтобы он смотрел нужные фильмы, чтобы смотрел ту информацию, которая ему по возрасту. С современными родителями, как и с современными детьми, я тоже считаю, что учителям сейчас тоже достаточно сложно. Потому что и у нас у родителей, и к учителю тоже завышенные требования. Но я считаю, что так быть не должно. Нужно все время как-то быть на ступеньку ниже учителя. Нужно все-таки вкладывать в это понятие учитель, как это было когда-то, когда мы учились, настоящее слово учитель. Понимаете, учитель должен быть выше нас всех, и мы должны его уважать. Родители тоже должны верить учителю и относиться к нему по-доброму. Наверное, так сказать. Почему? Потому что учитель – это такой же человек, у него тоже есть свои проблемы, есть настроение, и все-таки учителю тяжело подстраиваться к каждому ученику и к родителю в отдельности. То есть все-таки, я говорю, доверие должно быть в первую очередь. Также учитель – это, как нас учили, наверное, с детства, это вторая мама или второй папа. Это тот человек, которому можно рассказать свои проблемы, тот человек, с которым вы будете жить на протяжении определенного времени. Учитель в ученике всегда должен разглядеть талант. В каждом ребенке есть талант. А родители – это те, кто этот талант зародил, те, кто этот талант создал. И учитель, ученик и родители – это одно единое целое, это одна команда, которая должна идти в ногу друг с другом и всегда должны друг другу помогать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Засверкали различными гранями, извините, во всей ноготе. Мы не будем ни льстить, ни задабривать, ни за что-то прощения просить. Ведь и нам чай придется когда-нибудь, может, полных кретинов учить. Помощите, наши родители, помощите, какие благодетели. Если кажется вам, что мы чушь несем... Вы нас создали, мы ни при чём. Спасибо вам, родные педагоги. Мы ценим ваших душ. Большой полёт. Вы все учителя, конечно же, от Бога. Вам уважение и слава, и почёт. Большая перемена приглашает. Мы объявляем детский кастинг ведущих, корреспондентов, операторов в самую интересную передачу про школу. Приходи к нам и получи шанс с экрана телевизора рассказать про свою школьную жизнь, а также стать настоящим профессионалом журналистики. По всем вопросам обращайтесь по телефону, указанному на экране, и следите за объявлениями в вашей школе. Большая перемена – большие возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова